На полигоне в Турлатово природоохранная прокуратура и другие надзорные органы проводили контрольно-надзорные мероприятия с июля по август. Установлено, что начиная с мая этого года площадка использовалась обществом с ограниченной ответственностью «Эко-шлаг», зарегистрированного на территории Липецка. Площадка не соответствует предъявленным требованиям и, тем не менее, сюда свозили отходы. По словам старшего помощника Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Куприна, «Эко-шлаг» нарушил требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Природоохранной прокуратурой в Московский районный суд города Рязани направлено исковое заявление о запрещении собственнику данного шлама-накопителя, а также эксплуатирующей организации «ОЭко-шлаг», эксплуатировать шлама-накопитель в качестве площадки накопления отходов. Вторым пунктом искового заявления прокуратура просит суд запретить деятельность «ОЭко-шлаг» и собственнику данного шлама-накопителя, осуществление какой-либо иной деятельности в сфере обращения с отходами. Кроме того, в ходе прокурорской проверки был установлен факт нахождения на территории шламонакопителя твердых коммунальных отходов и промышленных отходов. Они относятся к третьему и четвертому классу опасности и занимали площадь более 10 тысяч квадратных метров. Надзорный орган требует от собственника полигона и ООО «Экошлаг», чтобы были приняты меры по освобождению территории от этих отходов. Возгорания были 12-13 августа 2019 года. Установлен факт возгорания отходов, персонифицировать которые было невозможно. Визуально было установлено, что и твердые коммунальные отходы подвержены горению, а также и те отходы, которые расположены рядом с твердыми коммунальными отходами. При этом необходимо отметить, что со слов собственника, а также с результатами проведенного анализа документации установлено, что в данных шламонакопителях расположены отходы, которые образовались в результате деятельности бывшего завода «Химолакта». В отношении юридического лица ООО «Экошлаг» и должностного лица возбуждены три производства об административном правонарушении. По факту рассмотрения одного из них на должностное лицо наложен штраф в 30 тысяч рублей. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».